Дружище, привет! Хочешь покупать на ebay, но не умеешь? Я сейчас научу, это очень просто. За свою жизнь я сделал очень много покупок на ebay. И не хочу останавливаться. Помимо того, что ты ощущаешь просто дикий кайф, когда ждешь посылку и потом когда получаешь ее, сам шопинг доставляет немало удовольствия. Я расскажу принцип покупки на ebay на конкретном примере, как лично я покупал свой плеер, который я сейчас слушаю, Sandisk Sansa Clip Zip. По такому же принципу вы можете покупать любой товар на ebay. Итак, поехали! Вбиваем в строку поиска товар, который мы хотим купить. Например, Sandisk Sansa Clip Zip. Для этого не обязательно быть зарегистрированным на ebay. Вы просто заходите на ebay.com и все. Видите, у меня здесь написано, что я могу зарегистрироваться, либо зайти под своим логином. Но я этого делать не буду. Я обычный посетитель, который ищет товар. Итак, ищем нам плеер. Нажимаем Search, то есть поиск. Я не люблю вот такое представление товара, поэтому я нажимаю режим галереи. Так гораздо удобней. Теперь из всего этого товара нам нужно отсеять все, что не относится к плеерам. Выбираем категорию Portable Audio and Headphones, то есть портативное аудио и наушники. В этой категории мы выбираем iPods and MP3 Players. То есть мы оставим только MP3 Плееры и iPods, которые также считаются MP3 Плеерами. Все, теперь у нас остались только MP3 Плееры. Отсортируем их по цене. Price, Heist, First. То есть мы отсортируем цену по убыванию. К сожалению, по возрастанию цену отсортировать нельзя, поэтому мы сделаем хитрее. Мы отсортируем цены по убыванию и спустимся в самый низ. Переходим на третью, на последнюю страницу и смотрим, что же у нас здесь предлагается. Ах да, забыл еще очень важный шаг. Вы можете купить товар либо сразу, либо поучаствовать в аукционе. Если вы покупаете товар сразу, то вы покупаете его за ту цену, которая указана. Ну, например, вот здесь написано buy it now, то есть купить сейчас. Указана цена 32 доллара 40 центов. Это значит, что вы его можете купить, этот плеер, за 32 доллара 40 центов. Но если вы увидите вот такую цену, например, 22 доллара 50 центов, 11 битс, то есть 11 ставок уже сделано. Это значит, что это аукционный товар и вы можете поучаствовать в аукционе, тем самым сэкономив свои средства. Но не всегда участие в аукционе бывает прибыльным. Иногда товар продается по уже заранее оговоренной продавцом цене и она достаточно низкая. Я люблю покупать товар, не участвуя в аукционе, особенно если это новый товар. Поэтому я выбираю только buy it now. И у меня остаются плееры, которые уже имеют фиксированную цену, то есть не аукционные. Из них я выберу только новые плееры, запечатанные в упаковке, не бэушные. Для этого мы идем вот сюда. Condition, то есть состояние. Нажимаем see all, просмотреть все. И выбираем new и new other. Есть еще вот такие галочки used и manufacturer refurbished. Вкладочка used означает, что здесь продаются бэушные, а эта галочка позволит выбрать восстановленные на заводе девайсы. Но нас интересуют именно новые, поэтому мы выберем только new и new other. Нажимаем go. Видим, что у нас осталось только 68 плееров. Все это новые девайсы. Естественно, на самом верху у нас самые высокие цены. Как правило, это залежавшиеся товары по старым ценам, не обновленным. Поэтому на них смотреть нет смысла. Мы идем в самый низ. И да, сейчас у нас на странице показано 48 товаров. Для того, чтобы у нас было как можно меньше страниц и больше товаров, по крайней мере мне так удобнее, показывалось на одной странице, мы можем выбрать 192 товара на одной странице. Все, идем в самый низ. Видим, что мы можем купить плеер за 32 доллара. Красного цвета на 4 гигабайта. Давайте посмотрим этот лот. Что мы можем увидеть на странице с товаром? Мы можем увидеть информацию о продавце. Это самое главное, на что стоит смотреть в первую очередь. Видим, что продавец сделал 1976 продаж. Это говорит о том, что он не новичок и это очень хорошо. Видим, что из всех продаж он имеет 99,8% положительных отзывов. Это тоже очень хорошо. Если у продавца меньше 95% отзывов, это уже заставляет немножко задуматься. Но если у него выше 95, это здорово. Также мы можем увидеть item condition, состояние, то есть новый. Можем увидеть, сколько уже было куплено. Видим, что 2 плеера уже было продано. Здесь написано, что больше 10 штук еще осталось в наличии. Видим цену, которую указал продавец. 32 доллара. Это отличная цена. Также видим, где у нас расположен сам продавец. Item location. London United Kingdom. То есть он находится в Англии, в Лондоне. По сути, со всей страницы нас интересует только несколько пунктов. Самое главное, это продавец и его репутация. Дальше цена. Устраивает она нас или нет? И следующий шаг, спускаемся чуть ниже. Это eBay item number. То есть номер этого товара на огромном пространстве eBay. Уникальный номер, который присваивается именно этому товару. Вот этот номер нам и нужен. Давайте скопируем его. Теперь с помощью этого номера мы можем совершить покупку. А покупку мы будем совершать с помощью проверенного мной сервиса ShopaTam. Я покупаю через этот сервис уже много лет. Я сделал через него очень много покупок. И поэтому, конечно же, рекомендую вам именно его. Но очень важно. Зарегистрируйтесь, пожалуйста, именно по моей ссылке, которая указана в описании. В таком случае вы получите много различных бонусов. На ваш счет будет положена определенная сумма денег, которая поможет вам совершить первую покупку. А также всем тем, кто зарегистрировался по моей ссылке, я всегда оказываю бесплатные консультации и рассказываю различные тонкости, связанные именно с их товаром, с их проблемами. Ссылочку я оставлю в описании. Итак, для того, чтобы воспользоваться этим сервисом, давайте сначала зарегистрируемся в нем. Тут все очень просто. Указываем наш e-mail. Почта может быть любой совершенно. Главное, чтобы это была ваша действительно настоящая почта. Mail.ru, gmail.com, неважно. Принимаем условия и нажимаем зарегистрироваться. Также вы можете войти через ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук, Одноклассники, Mail.ru и Google+. Но я бы посоветовал, конечно, зарегистрироваться просто через почту. После этого вам на почту будет отправлен e-mail. Конечно, на данном этапе я указал просто несуществующую, а возможно и существующую почту для того, чтобы показать вам принцип. У меня уже есть аккаунт в этом сервисе, поэтому я зайду через свой аккаунт и покажу, как действовать дальше. Здесь мы укажем наш пароль, который отправился нам на почтовый ящик. И нажмем войти. Сейчас я войду в свой аккаунт и мы продолжим. Итак, друзья, вот я в своем аккаунте. Помните, мы скопировали вот этот item number? Он-то нам сейчас и нужен. Сейчас с помощью него мы совершим покупку. Все очень просто. Нажимаем заказ по ссылке. Сюда мы и вбиваем наш скопированный item number. Также мы можем скопировать просто страницу товара, которая находится у нас вверху в браузере, прямо сюда. Но я пользуюсь копированием item number. Нажимаем добавить в корзину. Теперь мы видим всю подробную информацию о данном товаре. Мы видим, что магазин находится в США. Видим ссылку с этим товаром на ebay. Видим этот item number, который мы скопировали. Также видим название плеера и цену. Также иногда за доставку по США нужно немножко доплатить. У кого-то это даже большая сумма и поэтому вам иногда придется отказаться от цены 32 доллара и купить за 35 долларов, у которого доставка будет дешевле или будет вообще бесплатной, чем покупать за 32 доллара и еще и доставка, допустим, 10 долларов. Поэтому оперируйте вот этими двумя данными для того, чтобы выбрать наиболее дешевый товар. Также мы можем указать количество, которое мы хотим купить. Можно заказать проверку товара, но она стоит 10 долларов. Я обычно никогда не заказываю проверку товара. Тем более, если мы покупаем новый товар, нет смысла его проверять. Мы можем оставить комментарий к заказу. Например, куплю этот плеер только если к нему в комплекте идут наушники. Этот комментарий будет указан продавцу на ebay и он сможет продать вам товар или не продать в зависимости от того, что вы здесь укажете. Ну, например, вы хотите купить точно плеер с наушниками. Укажите это, если вы сомневаетесь, что в комплекте могут не идти наушники. Вы можете оставить это поле пустое. Я практически никогда его не использую. Вот и все. Теперь нам осталось добавить товар. У нас открывается вот такое вот окошко, в которое мы можем перейти дальше в мои покупки, добавить другой товар из интернет-магазина, либо добавить другой товар из ebay. Перейдем в мои покупки для того, чтобы совершить покупку плеера. Теперь мы видим цену не только нашего плеера, но и цену, которую берет сервис ShopOtom для того, чтобы купить этот товар и отправить его вам. Если товар стоит меньше 100 долларов, то ShopOtom берет за него 10 долларов сверху. В его услуги включается покупка этого товара, доставка его на склад в Америку и оформление для отправки в вашу страну. После того, как вы убедились, что это именно тот товар, который вы хотите купить, вас устраивает цена конечная этого товара, вы нажимаете оплатить. Мы видим, что здесь очень много способов оплаты. Обычно я пользуюсь в AppMoney. Здесь можно выбрать доллары или рубли. Но вы можете оплатить не только электронными валютами. Вы можете выбрать наличную оплату, электронные кошельки, банковскую карту, банковский перевод, оплата через мобильный, а также системы денежных переводов. Также можно пополнить счет через терминалы оплаты. Я пользуюсь в AppMoney. Нажимаем оплатить. После этого у нас всплывает окно авторизации, в котором мы совершаем платеж. Деньги зачисляются на сервис шопотам. После того, как деньги зачислились на сервис, они у вас появляются вот здесь, на счету. Этими деньгами вы можете купить товар. И очень важно, что все ваши операции, например, пополнение счета, покупка товара, упаковка товара, отправка товара, все это приходит к вам на почту в виде уведомлений, что очень удобно, вы никогда не пропустите какой-то шаг. После того, как вы оплатите товар, вам нужно дождаться, пока сервис шопотам выкупит его на ebay, доставит к себе на склад в Штаты. И уже после этого у вас будет уведомление на почту о том, что товар находится на складе. Там он взвешивается. И с помощью этого взвешивания они определяют, сколько будет стоить доставка до вашей страны. Обычно доставка стоит очень дешево, особенно что касается электроники и различной легковесной продукции. Например, вот мой плеер, он сам мне обошелся тогда в 34 доллара, но помимо него я покупал еще и за 36 долларов усилитель для наушников. Видим, что все вместе это у нас обошлось всего лишь 15 долларов за доставку. Я считаю, что это очень дешево. Вес посылки у меня составил 350 грамм. Это страница, на которой отображается моя конкретная покупка этого плеера, которая, видите, была получена 7 марта 2014 года. По поводу доставки. Конкретно эта посылка шла 45 дней. Это очень долго, но такое бывает редко. Обычно доставка осуществляется в течение максимум месяца, чаще всего 2-3 недели. После того, как вы оформите посылку, она будет отображаться у вас вот здесь, в посылках. Вместо нолика у вас будет единичка. На данный момент у меня нет ни одной оформляемой посылки. У вас же здесь будет информация о той посылке, которая отправляется. После того, как она прибудет на склад, будет уведомление о том, что посылка находится на складе. У вас будет месяц для того, чтобы ее оформить и отправить к себе домой. Видим, что покупать на ebay очень просто. Помогает в этом сервис шопотам. Проверенный годами, множеством покупок. Я рекомендую именно его. Не забудьте зарегистрироваться по моей ссылке, которая находится в описании к этому видео. Счастливых вам покупок. Хорошего настроения. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok